Здарова, родной! Сегодня я нахожусь на проекте МТА Провинция на четвертом сервере. Если ты еще не играешь на данном проекте, все ссылочки я оставлю в описании и закрепленном комментарии. А также не забывай вводить мой промокод КАШАЛОТ и получай скидочку на первую квартиру либо автомобиль по достижению третьего уровня. Ну а теперь к сути ролика. Как бы, ну ты видишь, да, наверное, то, что у меня, ну, как бы и так видно, да, то, что автомобиль находится в виниле. Как и вон та в углу G82 Бэха. На G82 я тоже думаю, может быть, ее расколхозить, а может быть, и полностью весь свой автопарк перекрасить. Ну, как бы, надо что-то менять. Потому что все одно и то же на протяжении долгого времени начинает надоедать. И я бы не сказал, что прям колхоз-колхоз, ну, как бы, на 100% то, что F90 в колхозе. Ну, как бы, уже цвет надоел. Я вот думаю, у меня есть два цвета, которые я хочу ее вернуть. А есть цвет синий, который до винила, до постановки на винил. Точнее, в обклейку в винил был цвет, да, но там была двухцветка. Тут я уже думаю в стандартном типе краски покрасить в синий цвет. Либо же желтый. Желтый у меня был годы два назад. Я делал в этом цвете гонку два года назад от Public Racing Club. А так, в принципе, больше видосов и не было по F90 на канале. Все, в принципе, я уже подъехал на тюнинг, а точнее, к тюнингу. Заехали в него. И вот, как бы, да. Так, нужно винил для начала снять. Поэтому делаем вот так, за полтос снимаем. И вот такой вот темный, как бы, цвет остается у нас на бэшке. Окей. Если попробовать его сделать в желтый. Ну, кстати, вот такой какой-то можно. Можно цвет хаки, в принципе, попробовать подобрать. Но, хрен его знает. Он как-то выглядит, мне кажется, стрёмно. И это, наоборот, как-то испортит, что ли, автомобиль. Как-то вот так можно сделать, в принципе. Но, я не знаю. Это, в принципе, спорный момент. Но перекрасить тоже, как бы, в любой момент можно. Это стоит не так дорого. И вот такой желтый цвет даже очень прикольно выглядит. Но какой-то желтый цвет бледный. Ненасыщенный. Поэтому нужно чуть-чуть покрутить. Но не чтобы какой-то ближе к рыжему был. А именно желтый-желтый. Ближе, наверное, даже к зеленому какому-то цвету. Просто у меня цвет кода не осталось, которым он раньше был. Точнее, она. Это же BMW. Она моя. И вот, наверное, где-то вот такой цвет. Так, цвет код я, наверное, вот так вот сохраню. Через команду Ctrl-C. А точнее, сочетание клавиш Ctrl-C. И давай попробуем тогда подобрать на двухцветке какой-нибудь синий цвет. Такой же, как и сейчас есть. Ага. Тогда давай вот так сохраним цвет код. И попробуем, опять же, на первый слой. Нет, на второй слой. Потому что это блески. Подобрать уже нормальный синий цвет. Потому что, блин, по-любому он какой-то вот такой что ли был. Вот такой, мне кажется, даже неплохо выглядит. И можно даже колеса поставить на F90, которые раньше были. Я их снял, потому что, ну, с винилом они не особо смотрелись. Либо из палитры подобрать. Но в палитре, в палитре такие себе цвета, если честно. По-моему, сюда не подходит вообще никак. Поэтому обратно сюда вставляем первый цвет код. И как-то вот так подбираем. Я помню то, что второй был, да. Он чуть, как бы, видно было то, что он чуть светлее и насыщеннее. Поэтому, ну, точно не вот такой, но это же капец жесть. Это жесть полнейшая, если честно. Поэтому, наверное, блин. Если понравился желтый либо синий какой-нибудь вот такой, напишите в комментариях свое мнение. Кстати, рамочка АМГ. Я не знаю, оставить или уже. Прикол, наверное, уже больше поднадоел, наверное, какую-нибудь рамочку снять. Либо, а, ну, кстати, можно синий покрасить. У меня синяя рамочка есть. Я с Ксюхой менялся. Я ей розовую, по-моему, отдал. Либо бирюзовую какую-то. Лилиловую. Не помню, короче. Какую-то отдал во время осеннего марафона. Наверное, я сделаю все-таки вот такой цвет. И поставим рамочку. Так. У меня денег не хватает. У меня не хватает денег. Поэтому. Ее прессы. А если на стандарте попробовать вот такой вот цвет? Такой цвет. Ну, тоже такой себе, если честно говоря. Так. Ну, либо я сейчас поеду снимать деньги. Либо я покрашу вот такой вот желтый. Ну, слушай. На вот таком стоковом типе краски даже, как бы, и выглядит неплохо желтый. Только чуть-чуть, наверное, не в зеленоватый и не в рыжий какой-то уходить. Именно желтый-желтый нужно получить. В принципе, ближе к зеленому, наверное, я сместил чуть-чуть. И вроде даже неплохо выглядит. Давай вот так вот сделаю. Приобретаем. И, по-моему, у меня даже с собой нет, как бы, ни колес, ни рамок. Блин, а зачем я присъянулся, если мне выходить нужно? Так. Открываем багажник. А как мне его открыть? Подскажите мне, пожалуйста. Ага. Вот теперь вот так. Открываем. Да, колес у меня с собой нет. Кстати, хилку надо залутать. Но наборы есть. Поэтому едем до дома. Берем рамочку. Ах, те, какую рамочку? У меня же не синий цвет. Поэтому берем колеса. Опа-опа-опа. Сотрудники. Да, F90, конечно, нестабильная. И я на ней уже практически разучился ездить. Какую-то кочку ловит и ее сносит. А какие-то кочки он может поймать. Точнее, она может поймать. И, ну, как бы, и ничего не будет. Как бы хавый, да, грубо говоря. Ну, другими иными словами говоря. Ля, ну я все равно кайфую. Вот время ностальгии начинается. Вот прям old school сводит в желтом цвете. Я вспоминаю, как я на ней носился. Гонки, там, не гонки. Туда-сюда. И спаси-то ты там определись. Лево-право, там, куда едешь. А на своем ламборгуни, задувакуни, давай тогда вот так сделаем. Потому что он что-то слоу-почет жестко. Такс, это здесь дальнобойщики, хотел сказать. Хотя и дальнобойщики тоже тут же. Здесь инкоски. Поэтому проезжаем вот так. И здесь уже тормозим. Потому что трамвай зеленый. Не создаем ему помеху. Ну и сами себя как бы не мучаем этим. Чтобы он там нас каким-то образом не задел. Ну, по нашей вине уже получается. Сейчас нам главное уже до дома доехать. И забрать нужные колесики. Поставить их. По-моему, я их даже притеминял. Диски. Поэтому, наверное, придется их ездить чуть светлее делать. Ну, посмотрим, как будут в темном цвете смотреться. Все. В принципе, кидаем свои. Не ратиформы. А как они? Варштейнеры или варштайнеры. Я не знаю, как они произносятся, если честно. Нет предмета для замены. А, они же у меня в этом. Все. Вот так вот. Ой. В принципе, без разницы. Вот так кидаем, и они будут темнее, да? Нет, светлее. И вот так вот. Вот так вот. Я, в принципе, ездил ранее. А точнее, года два назад. И даже в синем цвете, когда у меня на двухцветке была, она смотрелась довольно-таки неплохо. Но я вот сейчас думаю, может быть, притемнить их. У меня еще одни такие же были, где диски? Где диски они? А, они у меня на XE5-53-го кузова стоят. И они тоже притемнены. Вот. Можно их снять и посмотреть, как они будут смотреться на данном конфиге. То есть, опять эти снимаем. И меняем местами. Теперь накидываем. И вот в таком вот варианте, ну, как бы уже хрен его знает, как это выглядит. Мне кажется, белый и желтый сочетается. Ну, грубо говоря, как и янь, так же, как и черный и белый цвет, да? И плюс, по-моему, какая-то... А что с подвеской? Как будто F90 как джип стала. Она раньше пониже была. Это как так-то? Нет, все-таки я верну белые колеса на нее, да. Ну, как бы, не знаю, кому как, но мне не по кайфу от таких темных. Он как-то с желтым не гармонирует именно, по моему мнению. Ну, и еще, как бы, я вот думаю, может рубрику сделать там подписчикам, прокачку делать автомобили. Но прокачивать те автомобили, которые колхозные, естественно. Именно колхозные тачки. Если там какая-нибудь нормальная, настилевая, то смысла от этого прокачивать, да? Я думаю, ну, смысла в этом не будет. Но вся инфа, естественно, будет в Телеграме. Я советую в первую очередь подписываться на мой Телеграм-канал. Потому что, мало ли, мне все-таки вздумается там. Вот просто настроение будет хорошее. Такой, опа, давай закачаем, точнее прокачаем тачку кому-нибудь из подписчиков. И он будет рад, и контент сделаем. Поэтому подписывайся на мой Телеграм-канал, либо группу ВКонтакте. А можно лучше, а лучше даже туда и туда. Потому что Телеграм-канал все-таки более активный, чем группа ВКонтакте. На канал можешь подписаться, ставить свой комментарий и поставить лайк на данное видео. А также все ссылочки на проект я оставлю в описании и с закрепленным комментариями. Я играю на четвертом серваке. Не забываю вводить мой промокод Кошалот. И получая скидочку на первую квартиру, либо автомобиль по достижению третьего уровня. А на этом все. Тебе удачи и пока.